Практика показывает, что зайцами часто оказываются одни и те же люди, а потому изменение в кодексе об административных правонарушениях мера необходимая. Штрафные санкции повысят ответственность горожан, ведь за безбилетный проезд им с 28 августа придется платить в 2,5 раза больше. Как уже известно, с 28 августа изменились штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте. В городском общественном транспорте изменился штраф с 0,2 базовой величины до 0,5 базовой величины. Также изменились штрафы в пригородном сообщении, это с 0,5 базовой величины до 0,7 базовой величины. В связи с плохой окупаемостью общественного транспорта Республики Беларусь эти меры были необходимы. В месяц контролеры задерживают около 2000 безбилетников, и это при том, что транспорт в Беларуси один из самых дешевых в мире. Для сравнения, в Эстонии один проезд в общественном транспорте составляет 1 евро, а штрафные санкции зашкаливают. Поэтому нам еще грех жаловаться, а потому оплата проезда в несении личного вклада в содержание и развитие транспортной системы. И как итог, уверенность в том, что нужный транспорт не задержится, не сломается в пути, и ехать в нем будет удобно и комфортно. Мы все негодуем, когда транспорт опаздывает, все ругаемся и говорим, как же плохо работают автобусные и троллейбусные парки. Но также хочу сказать, что все зависит от нас. Если мы будем все оплачивать проезд, этого ничего не будет. Будет вовремя приходить общественный транспорт, никогда не будет опаздывать. Я думаю, что будут добавляться дополнительные рейсы, дополнительные маршруты будут делаться. И это все будет, все же эти деньги, которые потрачены на талончик, они все идут во благо нашего города. Стараясь сэкономить, люди порой не понимают, что делают хуже сами себе. Ведь транспорт в таком случае окупается всего лишь на 40%, что влияет на его состояние, мобильность и комфортность. И рекламные проспекты в виде показывающего кулачок малыша не следует воспринимать лишь как шутку. Продолжение следует...